Больше домов, хороших и разных. Строительная отрасль – это настоящий локомотив экономики. Об этом губернатор Михаил Юревич говорил не раз. Именно по этому строительству областные власти уделяют особое внимание, вводят серьезные меры поддержки, пристально следят за показателями. В этом году на Южном Урале планируют построить 1 миллион 670 тысяч квадратных метров жилья. На 1 ноября сдано 1 миллион 400. Так что, судя по всему, планы удастся воплотить в жизнь. Доля строительной отрасли в валовом региональном продукте составит 6,6%, а налоговые поступления в областную казну вырастут почти на четверть. Успехи эксперты прежде всего связывают с рекордными темпами застройки. Квартиры в микрорайоне Академии Версайт начали бронировать ровно год назад. И вот теперь сдают первую очередь. Этот проект мы считаем, что будет очень удачный, очень успешный. Потому что будут совершенно другие принципы, реализованные в строительстве. Будут все площадки, все дома будут огорожены с доступом. Это все входит сразу в стоимость квартир. Это не будет перекладываться на жильцов, как это делается обычно в старых микрорайонах. Поэтому здесь будет удобно проживать, удобно жить. Транспортные развязки очень хорошие. Поэтому я считаю, что этот микрорайон понравится жителям. Жителям нравится близость леса и реки, при том, что до центра города рукой подать. Район чистый, красивый, новый. Значит, ну и дом прекрасно сделан, красиво отделан. Ну и внутри качественно, я считаю. Говорят, что ремонт хуже пожара. Жители нового микрорайона об этом могут не беспокоиться. Квартиры сдают с чистовой отделкой. Мы пока еще не переехали. Мы пока получаем только ключи сегодня. Переезжать будем, наверное, на следующей неделе уже. Новый тренд в южноуральском строительстве – квартиры с мебелью. Естественно, по желанию покупателя. Такая мебель, кстати, очень качественная. Будет стоить на 30-40% дешевле, чем в магазине. Производитель тоже местный. На первоначальный взнос по ипотеке порой уходят все накопления. Переехать нужно как можно быстрее. В этом случае разумнее и выгоднее купить квартиру сразу со всей обстановкой. Очень хороший район получается. Я бы сказал так, что центр города у нас потихонечку смещается из традиционного центра в сторону северо-запада, потому что у нас там растет город. Единственное место, куда город Челябинск может расти – это в сторону северо-запада. Потому что по всем другим направлениям мы ограничены либо озерами, либо заводами. Либо заужены створы дорожные, и расти невозможно. Вот у нас северо-запад – единственное место, куда нормально можно расширяться. И, соответственно, новый город идет туда, и центр потихонечку смещается. Дома на любой вкус и достаток. Цена, кстати, по-прежнему остается решающим фактором. В Челябинске она одна из самых низких среди городов-миллионников. И причина тому – все те же высокие темпы. С подачи областных властей строители и банки заключают взаимовыгодные соглашения и предлагают очень лояльные условия ипотеки. Создавать приятно что-то новое. И когда вот с нуля, с пустыря получился вот такой микрорайон – это приятно. Суммарная площадь застройки будет 560 тысяч квадратных метров. Это только с одной стороны реки. Микрорайон будет оборудован спортивными площадками, детскими площадками и стоянками, рассчитанными 360 машин на каждую тысячу жителей предполагаемых. То есть, соответственно, жителям будет куда поставить машину. Значит, содержание спортивных площадок – будет одна большая спортивная площадка на микрорайон домов. Содержание площадок сразу же берет на себя управляющая компания. Мы поставили задачу, чтобы те дома, которые выходили на проезжую часть, прежде всего фасады этих домов, чтобы это были индивидуальные навесные красивые фасады. Что дальше? А если спрос на жилье в Челябинске достигнет своего предела? У властей есть программа действий. Во-первых, среди покупателей уже сейчас немало жителей соседних регионов – примерно 2%. Там жилье стоит дороже. Во-вторых, город будет активнее расселять ветхие и старые дома за счет застройщиков, а не за счет бюджета. Инвесторов будут выбирать на аукционах. Пилотный проект планируют реализовать в Ленинском районе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова